Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студию Руслан Жукаев. Накануне в Москве состоялась рабочая встреча главы Карачаева, Черкесии Рашида Тимрезова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсудили итоги социально-экономического развития республики за 2023 год. Валентина Ивановна высоко оценила эффективность реализации программы комплексного развития сельских территорий. Рашид Тимрезов поблагодарил Совет Федерации за поддержку проекта реконструкции здания Драматического театра в Черкесии. В этом году приступаем к работам, уже прошли госэкспертизу. Предусмотрены средства в бюджете, отметил глава региона. Министр внутренних дел по Карачаевой Черкесии Владимир Нефедов поздравил личный состав с Днем защитника Отечества. «Сегодня мы выражаем благодарность всем сотрудникам отдела внутренних дел, которые служат и защищают нас, готовые рисковать своей жизнью, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие. Ваша преданность, доблесть и профессионализм неоценимы. Вы герои нашего времени», – отметил министр. В этот же день личному составу выручили ключи от новых служебных автомашин, которые позволят сотрудникам полиции максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя служебные задачи, а также станут важным подспорьем в повышении эффективности работы. В рамках месячника военно-патриотического воспитания в детском саду города Черкеска «Росинка» проходила благотворительная акция, посвященная Дню защитника Отечества по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Также дети подготовили тематические рисунки. Альбина Ламкова продолжит тему. Вернуться в свою семью живыми, здоровыми и обязательно с победой – самые искренние пожелания для солдата детей. Основная задача педагога в рамках патриотического воспитания – ввести ребенка в первую общественную среду – детский сад. Чувство родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш. Дети подготовили стихи и много рисунков. Конечно, в этом деле им помогали родители. Кроме того, в рамках месячника военно-патриотического воспитания собрали и упаковали посылки с предметами первой необходимости для участников СВО и помощь малышам из детских домов. Наши ребята, наши родители нашего детского сада собрали предметы первой необходимости, собрали игрушки, поделились одеждой, поделились продуктами питания как для участников СВО, так и для детских домов. Это не первая помощь от детского сада. Всегда выручают в этом деле, говорит участник инициативной группы «ЗОВ Родины» Евгения Важенская. В группу вошли неравнодушные люди, которые сочли своим долгом в трудное для страны время встать на поддержку Родины. Они регулярно оказывают помощь в зону СВО. На этот раз собрали колоссальную гуманитарную помощь, то, что так необходимо сейчас на передовой в быту каждого солдата. Теперь все собранные вещи в ближайшее время будут доставлены. У нас планируется как минимум три отправки на СВО, также планируется отправка на детский дом. На детские дома тоже очень большая необходимость. Есть в продуктах питания, хозяйственных всяких нуждах и детской одежды сезонной. И не только детям. Там есть и люди, которые эвакуированы, которые также приходят в детские дома за помощью, поэтому рады любой помощи. Евгения Важенская – многодетная мама, но тем не менее не боится лично доставлять груз, понимая опасность пути. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В День защитника Отечества жители Карачаева-Черкесии, участники специальной военной операции, смогут в Черкесске пройти медицинское обслуживание у специалистов клиники Евромед. Акция организована для них бесплатно. При необходимости возможно также бесплатное проведение некоторых видов исследований. Клиника Евромед 23 февраля проводит акцию к Дню защитника Отечества. Будет прием для участников специальной военной операции, бесплатный абсолютно. Врачи нашей клиники будут принимать и проводить процедуры. Из врачей прием будут вести кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, сосудистый хирург, флеболог и общий хирург. Клиника Евромед находится по адресу город Черкесск, переулок Одесский, 10, 2 этаж. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Качагу прошло открытие года семьи. Организатором выступила 6-я школа имени Героя России Дугарьбия-Узденова, а также университет. Для всех собравшихся был организован праздничный концерт с участием артистов отдела культуры города Карачаевска, школьников и студентов. На мероприятие побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Семья – это место, где человек учится любить и быть любимым, заботиться о других. Это торжественное мероприятие, посвященное году семьи, принял эстафету у года педагога и наставника. Открывая торжество, начальник управления образования Карачаевского городского округа Эльвера Эдива подчеркнула важность роли семьи в жизни человека и является основой каждого общества. Ведь воспитание и становление каждого человека начинается в семье. А крепкая семья – это основа всего нашего будущего. В свою очередь поздравила с открытием года семьи всех собравшихся педагог с многолетним стажем, председатель первичной профсоюзной организации работников образования Карачаевска Люаза Доттаева. Именно в семье закладываются первые основы любви и созидания, которые дают возможность гармонично развиваться в нашем обществе, подчеркнула Люаза Убекеровна. Я поздравляю вас всех и тех педагогов, тех учителей, тех матерей, которые имеют свои семьи, своих детей и думают о том будущем, которое будет у них. И о тех молодых людях, у которых нет еще семьи, нет детей. Но дай вам Бог, чтобы у вас состояла семья. Директор 6-й средней школы Карачаевска Рамиля Байчорова отметила, что этот год внесет свою лепту в возрождение авторитета семьи и укрепление семейных ценностей. Пускай в ваших домах никогда не погаснет домашний очаг, пусть в ваших семьях всегда звенит звонкий смерть детей, а в домах ваших царят всегда любовь и взаимопонимание. Все участники праздника уверены в том, что такие мероприятия помогут подрастающим поколению. Осознать важность бережного отношения к друг другу и сохранять семейные ценности. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Идти к мечте вопреки всему. В кинотеатрах набирает обороты популярный фильм «Лед-3». Зрители смогут окунуться в продолжение ледовой сказки и пережить вместе с главными героями все трудности на пути к чемпионскому педесталу. На показе кинокартины побывал Алихан Лепшоков. Продолжение «Ледяной сказки» ждали все российские зрители. История хоккеиста Горина и его дочки Нади и бессменной наставницы Ирины Шаталиной не осталась без внимания и любителями нашего кино в Карачаево-Черкесии. В особенности посмотреть фильм «Лед-3» пришли представители молодого поколения. По словам директора кинотеатра Чарли Виктории Бордуновой, данная кинокартина в первую очередь заинтересует своим глубоким сюжетом, где раскрывается стремление главной героини достичь своей мечты, несмотря ни на что. Показана борьба юной девушки за то, как она хочет победить. У нее идет борьба с родителями, у нее идет борьба с самой собой. То есть большой спорт, он много чего просит. И вот, несмотря ни на что, она побеждает. Юная фигуристка Надя Горина, которая после травмы, полученной на самом пике своей формы, находит в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт. Ну и, конечно же, как же без и любовной линии в фильме? Юный хоккеист Сергей Орлов оказывает свою поддержку главной героине. Особое внимание заслуживают музыкальные номера с участием самих главных героев. Каждый из нас переживал вместе с главными героями различной трудной ситуации. А вот финал фильма даже заставил нас прослезиться, отмечают зрители. Герои хорошо сыграли, они хорошо передали свои эмоции. И очень был крутой фильм. Советую всем посмотреть. Всей семьей можно посмотреть, можно и вдвоем посмотреть, и одному. Очень познавательный фильм, очень понравился. Советую посмотреть. Очень тоже хотелось плакать, как ее тренеры делали операцию, и она выжила. Мне очень понравился, короче. Кинокартина «Лед-3» также раскрывает сложные взаимоотношения между представителями разных поколений. Поэтому его стоит посмотреть всей семьей. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. В период предвыборной кампании в сетке вещаний телеканала «Россия» произошли изменения. Тематические передачи на национальных языках ГТРК «Карачаева-Черкесия» в 16.30 временно не выйдут в эфир до окончания выборов президента России. За планированный праздничный выпуск программы «Музыка нас связала», посвященный Дню Защитника Отечества, вы сможете посмотреть на нашем официальном сайте gtrk.ru. Интересные истории и воспоминания армейской службы, популярные песни, яркие исполнители. Получите заряд бодрости, положительных эмоций и отличного настроения в праздничный день 23 февраля в 10.00. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Анна Медиум». Приятных праздничных выходных и всего доброго!